Добрый день, уважаемые руководители! Сегодня в нашем городе проводится штаб с выездом представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства. К нам прибыл Кижай Виталий Фёдорович, заместитель министра. Пожалуйста, Виталий Фёдорович, слово. Это традиционно. В прошлом году мы были у вас в городе, в этом году мы хотим изучить ситуацию в городе, какие есть проблемные вопросы у вас, с чем нужно городу помогать, для того, чтобы подготовиться к кипитному сезону. Хотелось послушать по направлениям руководителя. Я так думаю, что в целом, наверное, вы продолжите ситуацию по городу, а потом пойдем по направлению. Тепло, вода, какие есть вопросы. В следствии боевых действий в нашем городе повреждено 832 наквоквартирных жилых домов коммунальной собственности. Из них 182 получили разрушение конструктивов. 7 наквоквартирных жилых домов разрушены основательно, не подлежат восстановлению. При этом разрушено более 30 тысяч квадратных метров кровли, на этих домах более 50 тысяч квадратных метров осветления. Также были повреждены внутренние системы инженерной коммуникации. Отдельно хочу заострить внимание, акцентирую внимание на подготовке квартала 88, как уже поднималась наша свободная проблема. Жители 88-го квартала, как все знают, наверное, отапливала 41-я котельная, находящаяся на частном заводе «Эластомир». Котел, который производил отопление, отапливал этот микрорайон, ПТВМ-30, в отвратительном, в аварийном состоянии. Все последние годы, с 2014 года там не производилось осредительствования. Каждую зиму мы подходили, как начинался отопительный сезон, мы буквально в слое молились на этот котел, чтобы он нас не подавил. Государственное предприятие ДОПАС «Теплоэнерго» приняло решение по переоснащению центральных тепловых пунктов в 4 котели. Значит, то, что касается 4-х этих котелей, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. На сегодняшний день закончены демонтажные работы старого оборудования, которое там находилось. Как мы сегодня увидели, что сегодняшним днем заканчиваются фундаментные работы под насосное оборудование и под котельное оборудование. Все оборудование, включая котлы, насосы, газовые устройства, уже оплачено в Российской Федерации. Поставка, оплата производилась в конец мая, начало июня. Поставку нам обещают на середину июля. Значит, параллельно идут работы по согласованию. Проектная документация согласовывается. Получено разрешение на земельные работы по строительству газопровода. На следующей неделе одно из структурных подразделений государственного концерна «Тамбасгаз» приступает к работам по строительству газопровода уже на три котельные. На четвертая в процессе еще и согласовательная работа.